В общем, наверное, сенсация в известной некоторой степени. С минуты на минуту давно такого не было. В общем, дико достаточно звучит, что мы обращаем на это такое особое внимание, а иначе невозможно в рамках нынешних российско-украинских отношений. Так вот, с минуты на минуту в Брюсселе начнется трехсторонняя встреча по газу между Россией и Еврокомиссией, казалось бы. Но и Украина тоже будет присутствовать. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны Евросоюза по украинской территории. В Киеве по-прежнему ошибочно считают, что им все должны, но это не так. И в этом украинской делегации ошантажировать сегодня европейцев приехал лично Климкин. Сегодня придется еще раз убедиться. Переговорная позиция России предельно проста, как всегда и была. Во-первых, мы за конструктивный диалог, чего уж там, даже с Украиной. Во-вторых, газа хватит на всех, поставлять его мы готовы по всем новым, старым потокам и трубопроводам. В том числе и через украинскую газотранспортную систему, обветшалую, старую, политизированную. Но тем не менее, при одном условии, Украина должна забыть о шантаже. То есть Климкин должен приехать и забыть о шантаже, сесть за стол переговоров и разговаривать, как все. Но тем не менее, должен, обязан. И запугивание Европы угрозой тотального замерзания тоже забыть. Все помнят, как мерзла Европа, когда Россия останавливала транзит по украинским трубам. И теперь снова есть такой риск. Контракт на транзит заканчивается 31 декабря этого года. И в «Нафтогазе» побаиваются, что Россия может просто отказаться от новых договоров. Уже есть «Северный поток», готовится «Северный поток-2». И Россия может полностью остановить транзит газа через газотранспортную систему Украины. Это означает миллиардные убытки, а также эти трубы не могут оставаться пустыми. Украине придется прокачивать газ, чтобы поддерживать давление, или же разбирать систему ГТС. Таких перспектив постарается избежать украинская делегация. Интересно, что делегация «Газпрома» уже подтвердила, что она будет сегодня в Брюсселе, а потому переговоры состоятся. Страны ЕС добиваются от Москвы не отказываться от транзита через Украину. Ранее в Москве звучали заявления, что Россия готова подписать новый контракт. Но, как мне пояснили в украинской делегации, на переговорах они выдвигают очень мало претензий и тянут время. Например, россиянам не нравятся европейские правила и тарифы для украинской трубы. А еще они хотят, чтобы Киев отказался от арбитража и претензий на 2,5 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза». В Брюссель переносимся немедленно. Александр Суворова, наш специальный корреспондент, уже там, где, собственно говоря, переговоры пройдут. Александр, скажите нам, пожалуйста, в переговорах Украины и России, конечно, важны даже рукопожатие. Тон, атмосфера, какова она? Что там вокруг вас? Напряжение, может быть, в воздухе витает? Кто приедет? Добрый день. Ну, пока напряжение в воздухе не витает. Дело в том, что переговоры, они разделены на две части. В начале Александр Новак встретился со своим коллегой. Здесь, на территории Еврокомиссии, будут обсуждать вопросы Брэлла. Дело в том, что здесь тоже идет речь о возможном отключении до 2025 года от уже электрической системы этой сразу трех стран. Эстония, Латвия и Литвы. Ну, а вот трехсторонние переговоры, они уже будут позже. По местному времени в районе 15, значит, в районе 17 по Москве. Если говорить о делегациях, кто сюда приезжает, то с российской стороны, это, как я уже говорила, Александр Новак, министр энергетики. Также глава Газпрома Алексей Миллер. Хотя до этого была информация, что возглавит со стороны Газпрома, будет представлять делегацию Медведев. Но, тем не менее, сейчас уже известно, что приедет глава концерна. Ну, кроме того, со стороны Еврокомиссии будет Мара Шевчевич. Стоит отметить, что он до 1 февраля находится в этой должности. Потом он уходит в неоплачиваемый отпуск. Он сейчас баллотируется на пост президента Словакии. И вот 16 марта состоится уже, состоится первый тур голосования. И в дальнейшем, если для него эти выборы будут неуспешными, он сможет вернуться в Еврокомиссию и завершить мандат. Ну, и со стороны Украины представляет ее глава МИДа Павел Климкин. Я напомню, что на энергетических переговорах глава уже внешнего ведомства представляет сторону Киева второй раз. В июле в Берлине, когда были переговоры, тоже был он. При этом с российской прессой тогда никто не общался со стороны именно украинской делегации. Посмотрим, что будет в этот раз. Если говорить про то, насколько здесь это все освещается, в прессе утром мы смотрели, что, в принципе, довольно-таки ровно говорят только о факте того, что переговоры будут. И обозначают те позиции, которые были сделаны в заявлении за последнее время. Мы уже поговорили с коллегами из пресс-службы Еврокомиссии. Говорят, что зарегистрировано большое количество журналистов. Но вот сколько конкретно приходится на страны Евросоюза, Москва и Киев точно таких данных не предоставляют. Но я напомню о позициях, какие сегодня должны быть и какие сегодня, скорее всего, будут оглашены. В первую очередь стоит отметить, что в ходе переговоров, которые были во время официального визита в Сербию, Владимир Путин уже заявил, что российский газ может транспортироваться и по двум северным потокам, и по турецкому потоку. И в том числе не исключается транспортировка через территорию Украины. Но, как уже заявляла Еврокомиссия, что они, безусловно, рассчитывают на то, что транзит сохранится. Но вот украинская сторона накануне глава «Нафтогаза» заявила о том, что есть такой шанс, но, опять же, это по мнению Киева, что российская сторона при отсутствии новых соглашений, я цитирую, может прекратить транзит через Украину в начале 2020 года и приводит свои аргументы. Но вот такие позиции мы вот сейчас ждем начала переговоров, которые состоятся совсем скоро. Да, сложно назвать эти переговоры дружественными. Велика вероятность, и можно об этом говорить, что договориться будет непросто. Видели ли вы тот самый стол для переговоров, где должны три стороны вместе сесть? Это же тоже сама по себе уже сенсация. Может быть, брифинг будет совместный? Это тоже сложно себе представить на фоне того, что украинская официальная сторона нас официально называет страной-агрессором. Как это будет выглядеть? Формат какой? Ну, вот пока мы с вами в здание Верховной комиссии еще не входили, пропуск журналистов начнется чуть позже. А формат из того, что официально известно, что по итогам переговоров трехсторонних Мара Шевчевич выступит с заявлением, и будет его пресс-конференция. Ну, а вот непосредственно подхода какого-то для прессы или отдельной пресс-конференции именно в трехстороннем формате не запланировано. Ну, естественно. Спасибо огромное, Александр Суворов. На прямой связи из Брюсселя, где сегодня будет, очевидно, жарко и очень непросто. Раик, зачем нам вообще все это нужно? Вот российской стороне. Мы знаем, что мы агрессор. Мы зачем туда едем? Вы знаете, мы знаем, что там есть наши, ну, скажем, русские, которые находятся в заложниках у, скажем так, террористов, преступников в лице современного украинского руководства. Современное руководство Украины совершило две вещи. Что вы имеете в виду? Какие русские у кого в заложниках? Значит, это... Как это относится к газу? Это есть русские, великороссы, которые живут в Новой России. Они русские, и Россия не может их бросить на произвол судьбы, сказать, вот мы вам наказываем, мы закрываем глаз, газ, мерзнете все. Мы так не можем делать. Мы потому что Россия, имеется в виду, любит своих граждан, любит всю Украину, украинский народ, который находится в заложниках. Вот такая сестра Людоедка, вот знаете, Эллочка Людоедочка, она взяла власть. И вот она, значит, понимает, что Россия любит этот народ и будет идти все время на жертвования, чтобы давал газ и так далее. И они вот это шантажируют. Вот украинцы что сделали? Первое преступление, что они, понимаете, вот когда был Янукович, они получали все у России. У них все работало, промышленность, заводы. 15 миллиардов долларов России подарила Януковичу. Подождите, сейчас я скажу. Сейчас, сейчас, минуточку, минуточку. Не соглашались бы на завершение. 15 миллиардов долларов. Я сейчас скажу, у вас есть возможность там поинвестировать, не спешите. Значит, Россия 15 миллиардов долларов дарила, значит, Януковичу. 3 миллиарда сразу получили. 60 миллиардов Украина потеряла на Азии. Завышенная цена была. Вот так и будут выглядеть сегодня российско-украинские переговоры по газу. Вы хотя бы, хотя бы берите пример у батьки. Вот он там, то так и сяк, то так и сяк. И понизил газ до 120. Сейчас хоть это 90. Человек ведет как... Батьке меньше газа надо. Слово. Ему меньше газа надо. А вы, 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 вы. И еще преступления. Вы батьку не запугиваете. Никто у него страну не отбирает. Вы убивает своих граждан, называя якобы это русские агрессии. Ни одна страна в мире не признает, что есть там российские агрессии. Я вам еще скажу, французские спецслужбы докладывали еще на советы командующих НАТО, что Россия никаких войск и никаких телодвижений по отношению к Украине не делала, и такого угрозы нет. Зная это НАТО, зная это американцы, все равно толкнули украинцев на эту авантюру, но знают, что Россия там нет, российский вооружение там или Россия оккупировала. Давайте терминологию правильную, вернули домой. Мы про газ, сейчас про газ, про газ, так как записано, мы знаем, кто, когда вторгался, каким образом вторглись в Донбасс, и вы совершили преступление против собственного народа. Подождите, но вот приедет Миллер в Брюссель, про газ сможет поговорить, или вот так вот все и закончится? Нет, 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 поговорим. Нет, скажет, вы агрессор, господин Миллер. Нет, это скажет. Никаких переговоров. Как дальше разговаривать? Как вы можете у агрессора просить газ? Вот и мы спрашиваем, как вы можете у агрессора просить газ? Давайте к сути, давайте к сути. Да, я все-таки вернулся к сути, вы знаете, вот все-таки уникальная ситуация, поскольку предыдущие два раунда переговоров не состоялись, а сейчас действительно есть основания, ну консультации. Все едут? Миллер едет, Новак едет, от вас Климкин едет, но он везде ездит, правда, ему лишь бы в Брюссель съездить. Это важно. А второе важное, насколько мне известно, Газпром готова огласить на этих консультациях предварительно некие компромиссные предложения к Украине, в том числе о том, что часть транзита будет сохранена и о возможном переносе точек сдачи на восточную границу Украины. Это очень важно, это такой компромиссный вариант, но, что важно, скорее всего, условием будет мировая... То есть как бы мы его доставили до границы и забыли про этот газ? Части, по крайней мере, объемов. Этого давно добивается Киев, отдельный разговор, почему, но это так и есть. А с чего бы мы вам на уступки пошли, если давно добивались Киев? Но я думаю, что условием компромисса будет мировая по решению Стокгольма по компенсации 2,5 миллиарда. Это очевидно, что в Киеве в текущих реалиях на такую мировую пойти не может, прежде всего, по политическим факторам. Пойти на мировую с Москвой – это самоубийство. На любую мировую. В Киеве до выборов президента осталось 2,5 месяца. Этот президент неоднократно заявлял, что мы победили Россию, заберем у них 2,5 миллиарда долларов. Поэтому это невозможно. И я думаю, что, к сожалению, текущие консультации закончатся опять на уровне предложений сторон. Никакого прорыва не будет. И очевидно, что в Москве ждут результата выбора в Украине и того, какая будет конфигурация власти. И кто из новых политиков, скорее всего, это будут новые политики, сможет по-другому подойти к решению газового вопроса. Вот, коротко так. Всем удивительно, зачем Москва, в принципе, отправляется в Брюссель. В самом деле, любые договоренности достигнуты прямо сейчас. Новый президент, если будет он новый, может решительным образом отменить. Нет, смотри, тут все просто. Ваша коллега совершенно справедливо сказала, что Шевчевич единственный, кто сделает заявление. Европу очень беспокоит вопрос транзита через Украину. Даже не потому, что Украина это какой-то партнер Европы, а просто потому, что если транзит сорвется, то без газа в самый неудачный, неприятный момент могут оказаться потребители. Ну, просто справедливости ради Путина Новых вам давали гарантии того, что после запуска Северного потока транзит через Украину сохранится. Непонятно в каком объеме, но сохранится. Вам какой нужен объем? Смотрите, насколько мне известно, приезжали немцы на самом высоком уровне в мае прошлого года, гарантировали 30 миллиардов. Киев это предложение отверг полностью на уровне высших должностных лиц, потому что считает его слишком заниженным. Теперь сейчас никакого предложения нет. То есть кроме неких совместных гарантий, которые не оформлены никак документально и там никаких цифр, ничего более не существует. Вот такая вот неприятная ситуация. И вернусь к сути. Если транзит будет сорван по каким-то причинам без газа, как помните, девятый год был, действительно, Европе ощутили в принципе ситуацию не совсем приятную, потому что тогда Киев не додал определенные объемы газа, особенно в страны центральной Европы и на Балканы. Но только не говорите, что транзит будет сорван, ведь там заканчивается договор, и Россия имеет право его не продлевать. Вы нас уговариваете его продлить. А мы думаем на эту тему. Если бы все было так просто, то, очевидно, господин Миллер бы не поехал на переговоры. Вы же поймите, что срыв контракта это колоссальный удар, в том числе и по Газпрому. Мы вам, транзит, вы перестаете визги на тему строительства Северного потока. Просто замолкаете. Во всяком случае, до выбора. Это невозможно в принципе. Эта ситуация невозможна в принципе. Лучший вариант, это когда удастся договориться по какому-то компромиссному выходу из ситуации. Я не верю в то, что Киев в любой конфигурации власти откажется от вот этих 2,5 миллиардов долларов компенсации. Поэтому, повторюсь, пока мое ожидание переговоров пессимистическое. Возможно, контракт новый вообще не будет подписан. Будут некие краткосрочные договоренности по некому бронированию мощностей на восточной границе Украины. С 2020 года. Это также возможно. Это плохой вариант. Он не устраивает Европу и плохо устраивает Газпром. Но все может быть. Поверьте, пока не будет введен в эксплуатацию запущен Северный поток-2 и Турецкий поток-2 нитки, существенная зависимость Газпрома от украинской ГТС сохраняется. На уровне порядка 60 миллиардов кубических метров газа в год. Это по самым грубым оценкам. Пока. Пожалуйста. Чего мы хотим? Мы, как я понимаю, мы хотим в данном случае действительно... Ну, здесь я могу только повторить мысль о том, что Газпром хочет урегулировать мирным путем вопросу 2,5 миллиардов долларов. Напомню, что в декабре 2017 года «Нафтогаз» проиграл «Газпрому-2» с небольшим миллиарда долларов, а в феврале 2018-го «Газпром» проиграл «Нафтогазу» 4,56 миллиарда долларов. Ну и по взаимозачету вот у нас получается цифра 2,5. При этом «Нафтогаз» требует гарантировать транзит в объеме, ну, недопустимом для «Газпрома». Там назывались объемы в 140 миллиардов кубических метров. Мы же в год 90 поставляем. Как мы можем? Это на пике. В нынешнем контракте прописана цифра 110 миллиардов кубических метров, но этот объем не выбирался, по-моему, ни за один из предыдущих годов, и подписывался контракт до того, как был забухчен «Северный поток». А «Северный поток», вот если посмотреть, первый, в прошлом году показал максимальный объем прокачки выше номинального объема 55 миллиардов на уровне 59 миллиардов. То есть его заполняли уже по максимуму даже сверхпроектных показателей. Вот. Для «Газпрома» это выгодно, потому что на «Северном потоке», на «Северном потоке-2» он будет платить, во-первых, фактически сам себе, потому что он владеет 50% Нордстрим и Нордстрим. Там амортизация, там даже платежение как-то... А платить самому себе приятно, да? Если упростить. Вот. Кроме того, у нас ведь центр газодобычи смещается из Надым-Пуртазовского региона на Ямал. А с Ямала проще тянуть газ по Северному коридору, включающему «Северный поток», ну и в перспективе «Северный поток-2». Соответственно, 140 миллиардов кубов и даже 80, прокачанных в прошлом году через территорию Украины, ну или там 87 в прошлом году, в 17-м году, никто прокачивать не будет, если только не будет соблюдено одно условие. Ведь от чего зависит объем прокачки суммарный? От спроса в Европе. Спрос в Европе на российский газ за последние годы, последние три года неуклонно растет. И даже с учетом ввода «Северного потока-2» и «Турецкого потока», даже если для них будет построена инфраструктура на территории Евросоюза для второй нитки «Турецкого потока» и для, собственно, двух ниток «Северного потока-2», даже в этом случае может сложиться ситуация, когда потребности Европы в российском газе значительно превысят номинальные мощности обходных газопроводов. Украине должны подтвердить очевидное. Мы и так без Украины никуда не денемся, без их газотранспортной системы, во всяком случае, пока. На данном этапе нет. Без них, без газотранспортной системы обойтись невозможно, но здесь момент какой. То есть Миллер это скажет и уедет домой в Москву? Фактически. Смотрите, вот «Нафтогаз» выиграл, и «Газпрома по транзиту». Как-то печально выглядит перспектива. Он же выиграл по... Каким претензиям? Он выиграл по тем претензиям, которые касались... Общая сумма была порядка 17 миллиардов долларов. Выиграл 4,6. Что это за 4,6? Это компенсация за недостаточную прокачку газа. То есть должны были 110 по контракту, а прокачивали меньше. Компенсируйте. Правда, там не было кача или плати. Ну, кто это считает? В Сокгольме решили, что это ерунда. Пожалуйста, заплатите. А «Нафтогаз» сам себе для переговорной позиции, в общем-то, подложил, извините, свинью. Потому что теперь «Газпром» будет крайне опасаться прописывать какие-либо объемы, гарантированные в транзитном контракте, банально по той простой причине, что может сложиться ситуация, когда он не будет прокачивать через территорию Украины эти объемы, и это невыгодно, он хочет сэкономить денег. Вот, и соответственно, «Нафтогаз» хочет, чтобы объемы были гарантированы. Притом, при нынешнем, вот, может быть, коллеги с Украины поправят, но при нынешнем объеме платежей украинская газотранспортная система начинает работать в минус, если через нее прокачивается порядка 55-60 миллиардов кубов. Как нам добраться до сути деловой части переговоров, продраться через ту самую агрессивную риторику, если строительство нашего северного потока, второго, сейчас уже напрямую связывают с войной? Давайте послушаем одного политтехнолога, новоявленного украинского. Давайте по поводу этого северного потока. Если его не будет, вот сейчас это не агитация за Россию, но мы будем обсуждать вероятность войны в Украине. Почему? Если у них будет возможность ввести самый свой главный ресурс, денежно-накопительный ресурс в казну с другим путем, не через Украину, они будут спокойны, вопрос, знаете, забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Если северный поток остановится, и здесь будут вестись разговоры о том, что газотранспортную систему будет контролировать Украина и США, то, что обсуждается, это для России риск. То есть они прекрасно понимают, если американцы сюда заходят и контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему, и в какой-то момент перекручивают вентиль. У России остается только один шаг. Это война. А как иначе, Юрий Николаевич? Хотя нам говорили, что мы и так с ними воюем. Я вам скажу, откровенно говоря, не углубляясь в техническую суть вопроса, как говорил коллега, все вопросы, мне кажется, лежат на поверхности. Первое. Вот Дмитрию хочу возразить, сразу начать, может быть, нелогично, но, тем не менее, мысль будет улавливаться. Значит, вы сказали, что мы ждем переговоров в России. Россия не ждет переговоров. Конечно, мне безразлично, кто будет президент Украины. Это очевидно. Но вместе с тем, больше Украина ждет переговоров и спекулирует на этой теме, кто бы стал для них президентом Украины. Здесь явно некоторый популизм. Это первое. Второе. Украина должна определиться. Правильно, и Оля, и Евгения говорили. А Россия кто для вас? Агрессор или партнер? Если агрессор, это одно. А если партнер, так вы ведите соответствующим образом конструктивные переговоры. Третий момент. Вы раз это слышите. Третий момент. А если все деньги у агрессора, как быть? В плоскости лежит явно экономическая и политическая. Сегодня я сам по себе. Вот посмотрите, Александра Суворова давала соответствующие комментарии, кто приехал со стороны России и кто приехал со стороны Украины на переговоры. Со стороны России приехал экономический блок, который возглавляет министр энергетики Новак, Миллер там и так далее. Со стороны Украины приехал политический блок. Но Коболев тоже приехал из Нафтогаза. Он возглавляет министр иностранных дел Украины, Климкин. Он по магазинам. Не обижайтесь. Он не считается. Экономику, вернее, политику подменяет политика. Это Украина позиция. И следующий момент. Вы, собственный народ украинский, ставите в заложники складывающей ситуации. Мы готовы, и президент России об этом говорил, что мы готовы транспортировать газ через территорию Украины. И сам приезд сегодняшней делегации нашей именно подтверждает это. А вы затягиваете эти переговоры и возвращаясь к вопросу выборов президента Украины, как раз и взаимосвязаны эти вопросы. Вы пытаетесь оттянуть и переложить центр тяжести на нашу страну, делать ее виновником, хотя влежит все обратно абсолютно. А центр тяжести и так на территории нашей страны. Секунду, Дмитрий. Я бы хотел сказать, что я более оптимистично смотрю на конечный результат переговоров. То есть я бы не ждал никаких прорывов сегодня, потому что стороны просто заявят свои позиции. Присматриваются. Присматриваются, обозначают их правильно. Есть вопрос об объемах транзита. Но сам факт российско-украинских переговоров уже обращает на себя внимание. Мы давно ни о чем не переговаривались. Да, но и с позиции Европы. То есть для Европы это стратегически... Можно заодно перемирие на Донбассе обсудить. Может быть. С силами Миллера и Коболева. Обмен пленными. Стратегический вопрос связан с европейским единством. Потому что ведь противоречия между северным потоком и украинским транзитом, они же не только касаются России и Украины, они касаются еще и отношений Германии со странами Восточной Европы. Германия превращается в крупнейший газовый хаб. Ее влияние на экономики стран Восточной Европы усиливается. И поэтому странам Восточной Европы нужно сохранить какую-то собственную ветку, собственный путь транзита. Поэтому есть позиции Восточной Европейской страны и позиции Германии. И я думаю, что как раз... Мы же знаем, это известная история. Меркель попросила у Путина сохранить транзит газа через ГТС. Путин сказал, окей. Вопрос об объемах. Вопрос об объемах, понимаете? Вопрос об объемах. Если будет 20 миллиардов, то нам каюк. Просто это нельзя будет транзит, нельзя будет транзитировать, из-за невыгодности. Вы в теории правы. То есть, если не мы, то вам каюк. Да. Ну, если нет... Надо, чтобы это официально сформулировал украинский президент. Знаете, как будет? Смотрите. Придется, например, вырезать, допустим, из 37 тысяч, наверное, половину труб выкопать и сдать металлом. Где-то половину компрессорных станций закрыть. Страна лишится где-то транзитной выручки. Сейчас она в текущих тарифах, в текущих объемах, где-то порядка до 3 миллиардов. Как можно разрывать договор о дружбе со страной, от которой вы настолько зависите? Смотрите, я вам одну вещь про что я скажу. Смотрите. Принципиально, те кандидаты президента, которые имеют наибольшие шансы в Украине выиграть, на текущих выборах не изменят политику. Поэтому, в теории вы правы, на практике ничего не изменится вообще. Будет то же самое, что и сейчас, только под другим соусом. Только на перегоре будет Юлия... Мы верим в Зеленского, он хотя бы веселый. Платяна смешной. Я вам знаете, что скажу. Выпускайте лучше Киеву, вместо процитированного человека. Выпускайте Киеву, он более, мне кажется... Он социалист. Я сегодня обещал объявить себя кандидатом в президент. Пожалуйста. Давайте вернемся к истории данного вопроса. Так. Было межправительственное соглашение между правительством Российской Федерации и Украиной по поставкам газа на Украину, через Украину, великолепные объемы и великолепная цена. И если бы это правительственное соглашение межправительное не разрушили, мы были бы в великолепных экономических условиях, если бы не называли с другой стороны Украины Россию агрессором. Великолепно. Кто разрушил это соглашение? Россия? Нет. Приехали от Ющенко, Инченко, а потом Кимошенко и разрушили это соглашение и заключили соглашение между субъектами хозяйства. Это газполный на автогаз Украины. Вопрос. Когда в Москву приезжают все, просят преференции. И немцы просят преференции, и все остальные, потому что цена газа существенна для производства. Приехал идиот Ивченко и сказал, нас эта цена 50 долларов не устраивает, а ну-ка давай, но по 175, а потом 195. Приехала Кимошенко, говорит, так и нас эта цена не устраивает, а не хотите базовые 450? Почему так делали? А мы еще думаем. А мы еще думаем. Но я думаю, что госпромы пили водой, и мы вылуждены согласиться. Украина поднимает цену для того, чтобы потом зашел и американский сжиженный газ. Почему поднимали цену? Теперь по транзиту. Великолепные условия и объемы большие. Сегодня 90 миллиардов где-то мы прокачиваем. Почему начали строить Северный поток-1, Северный поток-2? Это дорогие проекты, которые проходят экономическую экспертизу, политическую. Чтобы с Украиной не связываться. И вряд ли в рамках политической экспертизи. Известный же факт. Европейцы пришли к выводу. Украина – это нестабильное государство, через которое прокачивать газ опасно. Что плохо для русского, то смерть для немцев. Поэтому им лучше подальше. Они вкладывают деньги. Был наоборот. Что превратит... Для русского хорошо. Кто превратит украинский ГТС? Это в металлолом. Реально, если эти объемы перейдут на Северный поток-1, Северный поток-2, Украина 25-30 миллиардов. Это металлолом. И поэтому, конечно, нервничает. 3 миллиарда уже потеряли, 3 миллиарда потеряют. А ведь с этих 3 миллиардов и воруют с казны. Поэтому в данном случае, к сожалению, надо восстановить нормальные отношения. Если вы называете соседа, ближайшего, который, да вот стоите здесь, агрессором, человеком непорядочным, и требуете или просите у него проференции, он никогда вам не даст. Потому что вы должны относиться нормально. И тогда вы установите деловые, партнерские отношения и получите нормальные условия по газу. Был выхода нет. Мастер-класс от Ющенко по нормализации отношений с Россией. А потом две цифры. Нет, ну сразу, две цифры маленькие. Секунду. Одну минуточку, две. Информационная машина в России сформирована так, что поставьте спектр сотни российских политиков хотя бы одного у власти, через год-полтора вы там увидите авторитарного типа управленца, через два года тираническую модель. Сами россияне по натуре народ, который не любит свободу, они любят рабство, они хотят царя, они не жаждут демократии, немцовых в России мало, Басяшвили мало, Макаревичей мало. Вот мы говорим про Сахарова, про Борю Немцова. Алексей Толстой, кажется, говорил, что есть две Руси. Одна киевская, все, что характерно до Европы в ней есть, это Русь, которая сотворила мировую культуру, а есть Русь-Тайги. Российская проблема, на мой взгляд, начинается с того, что если ты подходишь к первому кабинету, там на дверях написано Российская Федерация. Если ты открываешь дверь, то там уже написано самодержавие. Путин делает Россию неэффективной, бесперспективной, выполняя плохую работу для 143 миллионов россиян. Ну такая история. А теперь ваши две цифры. Вот понимаете, вот человек, который уверк вас в экономические ужасы. Ну пожалуйста, да, пожалуйста. 2010 год. Украина заработала на транзите газа 3,3 миллиарда, не 6. Ну соответственно, сегодня 2,8. 2010-й, Янукович. Ну чтобы вы поняли, какая разница. Да, падает. Чтобы вы так поняли. Да, действительно, можем упасть до 2 миллиардов. Еще раз повторяю, то что, помните, упадет больше. Упадет больше. Еще раз повторяю. 2010-й. Гривна стоила 7 или 8, да? Доход от экспорта IT-услуг Украины 700 миллионов долларов. Сейчас почти 2,8 миллиарда долларов. Да, действительно, хорошо сплюсоват. Но еще раз говорю, труба, да, есть. Но проблемы есть. Но Украина не стоит на месте и есть другие альтернативы. Насчет Юченко. Вот знаете, что самое интересное? Я почитал украинский. Александр Андреевич, ну в рамках развития IT-технологий, ну не продлевайте вы с нами контракт. На транзит газа. Этот вопрос не надо. Труба ржавая. Россия агрессор. Контракт этого дня. Спасибо. Мойка жительства от сотрудничества с Россией. Развивайте свои IT-технологии. Посмотрим, что вы будете есть. Это обычный... Газ, IP-телефонии сможете поставлять в Европу? Еще раз повторяю. Газовая труба это всегда была коррупционная схема. Сейчас договорятся в Брусселе, будет газ. Что вы переживаете за их? За них нет. За нас, да. И Юсенко говорит, с Фиртушем, помните, скандальчик? И Янукович сидел на трубе. Была. Была. А Порошенко не договорил. А россиян зачем? Рабами называете. Можно? Я чисто... Тут договариваетесь, тут с рабами. Логика. Минуточку. Это Юсенко, который на сегодняшний момент спросили, а где он взялся? Ну, он действительно на Украине незаметный. А тут он взялся. Ну, серьезно. Вы посмотрите, какой канал. Это Винницкий областной канал. Нет. Показывается... Не, Мага. Это 12 канал. Это 12, да. А Мага что стоит? Мага это какой-то... На Винницкий обухаряли, Александр Андреевич. Больно выдающееся заявление. Можно я? Давай. Я, честно говоря, не ожидал такого примитивного анализа от вас. Какого примитивного? Это цифры. Вы сказали, значит, вот 2 миллиарда, тут 2 миллиарда, тут Украина стоит. Да. И вы думали, что мы... Кто-то ожидал, что Украина исчезнет, что ли? Ну, конечно. Значит, бред это. Вы постоянно говорите, что исчезнет. Государство состоится или умерет, у него есть стадия, да? Правильно. Генезис, рождение, пик, значит, бифонкация, гематоза и так далее. Вы сейчас говорите, что якобы Украина стоит, но Украина идет вниз. Вниз. Десять миллионов. ВПП. Три с половиной процента роста. Вы понимаете, экономика же немножко другая. Коррупция лучше, чем в Европе. Как в России. У нас коррупция как в России летят. Мы же братья. 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 Да. Поэтому умеем вырвать. И теперь Юшенко. А сколько министров у вас сидит за коррупцию? А министров сидит не надо. Губернаторов сколько сидит за коррупцию? А сколько вас берут за коррупцию? Генералов сколько сидит за коррупцию? Украина нужно только воровать. Наказывать за воровство это, видимо, позже. Не братья вы нам в борьбе с коррупцией. Не братья. А как у вас растет так интересно промышленность, если в прошлом году объем импорта газа снизился до исторического минимума, а импортный газ по основе... Такая пи-технология. Айти-технология, понимаете? Это как раз на нужды промышленности и электрогенерации. Я вам отвечу. Смотрите, по статистике там что получилось? Там просто получилось так, что запасы были... Это не то там получилось. Нет. Ответ же очевидный. Действительно... Действительно, в промсекторе наблюдался в прошлом году небольшой рост. Ну просто из-за того, что... Импорт газа чего упал? Потому что запасы на начало сезона были относительно высокие по сравнению с предыдущими периодами. Поэтому в 2018 году импортировали меньше. Это правда. Нет, состояние украинской промышленности оставляет желать лучшего. Чтобы вы понимали, вот один пример. Одесский репортовый завод, крупнейшее предприятие химической промышленности. В прошлом году работал три месяца. На протяжении три месяца работало предприятие. Все. А кто его забрал? Кто его забрал? А никто не забрал госпредприятие. А кто его забрал? Для какой госпредприятия? Это госпредприятие. Кто его забрал? Вы определитесь, братья украинцы. Нет, IT-технологии отдельно. Еще раз, Украина не живет в прошлом, она живет в будущем. Разница, понимаете? Владимир Николаевич. Вы знаете, у нас только один в государстве айтишник. Вот тут показывали достижения Порошенко. Надо было написать 82 раза увеличил личные доходы по сравнению с прошлым годом. Вот это айтишник капитал. Юлик и айтишник. Теперь относительно сказанного, так сказать, Ющенко. Знаете, в народе у нас говорят так. Чья бы корова молчала, а их не обмолчали. Почему? Потому что Россия уже 400 лет, около 400 лет государственности. Различной формы, но серьезные испытания. К сожалению, Украина не имела такого длинного периода государственности в Украине. Теперь говорите о свободе. Возьмем экономическую свободу. 60% по данным ООН за чертой бедности. Это что, свобода? Нет, это рабство. 60% получают субсидии от государства. Это рабство. Сегодня нет свободы слова. Реально, где-то 9-7 миллионов работает за пределами Украины. Вопрос возникает. По специальности нет. Работает как рабы на плантации. Нет, работает хорошо. Не надо вот это. Не работает по специальности. Не работает. Не надо вот это. Я еще раз говорю. Вы спросите там, Украина. Вы прекращайте. Теперь вопрос стоит. Как и в России работают тоже на уборке. Вопрос стоит. На уборке чего? На уборке чего в России работают? В сельском хозяйстве в России работают? Александр Андреевич. Где? Польша? Вас зачем здесь украинцев 5 миллионов человек? Тоже IT-технологии? Тоже IT-технологии? Нет. Нет, Александр Андреевич. Как правило, не самый квалифицированный труд. Вы прекрасно об этом знаете. В Европе еще хуже. На территории Украины запрещена трансляция вот этих всех передач. А почему? А потому что нет свободы. Гражданин определяет пультом смотреть, какие каналы. Для того, чтобы определить, что на русском телевидении говорят неправду, надо посмотреть и сравнить. Вы же не даете. Теперь последнее. В России. Воплоть до слова в России. Роман Сымбалюк уже пятый год получает право задать вопрос самый неудобный президенту России. А Ольга пыталась задать вопрос, пыталась. Порошенко не дали. Скажите, когда он получит право задать вопрос? Дай к вопросу Порошенко. Наши придут власти на Украине, и Порошенко мы отомстим. Ну и знаем мы. Вот и думаю. Прекрасно. Вот этот товарищ. Украина же под внешним управлением. Какие русские рабы? Под внешним управлением Ющенко. Вот этот товарищ имел в виду Алексея Константиновича или Алексея Николаевича Толстого. Вы не поняли? Да, наверное, может быть, князь Серебряный. Может быть, там эта цитата. Вот не припомню. Или, может быть, в гипербалуэде инженера Гарина была такая цитата. Конечно же, никакой из Алексеев Толстых такого не говорил, смеют утверждать. Прерываемся на рекламу дальше, Курила. Это программа «60 минут». По горячим следам мы продолжаем. Японцы опять за свое. Вроде все им здесь объяснили в Москве, но нет, не поняли. Популярно по-русски. Наши японские братья, может, они по-русски не говорят. В общем, Япония хочет заключить мирный договор с Россией. Ничего страшного, хочет, пусть заключает. Но есть один, но очень важный нюанс. Премьер-министр страны Синзабе летит, во-первых, на переговоры в Москву. Вылетел уже. Встреча с Владимиром Путиным состоится завтра. Многое успел наговорить. Это правда. Перед тем, как покинуть Токио, господин Абе дал большое интервью российскому интерфаксу, в котором он подчеркнул необходимость заключения мирного договора, пакта, как хотите так называйте, между нашими странами. Но это хорошо. Ну а в японских СМИ немного уточненная информация. Якобы Япония заключит мирный договор. Если мы немедленно, вот прям сегодня, наверное, после обеда, пообедаем и отдадим им два из четырех Корильских островов, которые Токио ошибочно почему-то, мы вообще не знаем, почему считает вдруг своими. Давайте послушаем. Чтобы полностью раскрыть потенциал отношений двух стран и еще больше продвинуть вперед наше сотрудничество, необходимо в скорейшие сроки разрешить ситуацию с отсутствием мирного договора между Японией и Россией. Я намерен продолжить тесные консультации с президентом Путиным и достичь взаимоприемлемого решения проблемы. Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода. Премьер-министр Синзо Абе, который сейчас летит в Москву для того, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, склонен принять послевоенное мирное соглашение между двумя странами, если два из четырех островов, находящиеся под контролем России, но которые Япония считает своими, будут переданы японской стороне. Об этом сообщают источники в правительстве страны. В Японию надо перенестись немедленно, потому что ничего не понятно. Чего это так, друг? Наш Сабхор Сергей Менгажев с нами на связи. Сергей, вроде же объяснили, к чему мы склонны. Склонны к тому, чтобы Япония признала суверенитет России над всей грядой. И дальше тогда будем продвигаться. Да, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые гости. Ну, в сообщении Киода Сусин говорится о том, что Япония готова подписать мирный договор с Россией в обмен на два острова. Это то, с чем премьер-министр Синзуаба собирается выступить на переговорах с Владимиром Путиным. То есть это такая базовая, исходная позиция японского правительства. Исходная позиция России заключается в том, что Южные Курилы — это российская земля, суверенитет вопросу не подлежит. И признание этого факта является главным условием для того, чтобы продолжать диалог по мирному договору. Вот, собственно, заявлены две позиции. Дальше на то они и переговоры для того, чтобы пытаться их как-то сблизить или найти какое-то общее решение. Ну, прошло не так много времени с тех пор, как премьер-министр Синзуаба в эфире японского телевидения рассуждал о том, что он будет делать с российскими жителями после того, как острова перейдут под японский суверенитет. То есть еще буквально три недели назад он был в плену иллюзий, что Москва якобы на это согласна. Конечно, отпор, который дал министр иностранных дел Сергей Лавров, конечно, оказал отрезляющее действие на японцев. Но все равно в Японии это все воспринимается как такая переговорная тактика Москвы. То есть здесь открыто называют Лаврова злым следователем, Путин добрый следователь. Вот они услышали, что сказал злой следователь, теперь нужно послушать, что скажет добрый. Потом Синзо Абе так долго и так оптимистично говорил... То есть они не знают, что у нас бывает злой и очень злой следователь. Он так долго говорил о том, что об успехе своей политики в отношении Москвы, что практически убедил японцев в том, что Россия готова передать два острова, что теперь вот так вот сдавать позиции, сдаваться без боя, но для него это будет потеря лица. С другой стороны, отступать ему особенно некуда, потому что он находится под очень серьезным давлением со стороны общественности, со стороны прессы. Японская позиция до последнего времени заключалась в том, что эти так называемые северные территории, как они их называют, являются японской землей, и мирный договор может быть подписан только после решения территориального вопроса по японскому сценарию. Отказываться от этой позиции любому японскому политику сродни политическому характере. Было много различных статей, различных телевизионных передач, где открыто говорилось о том, что на протяжении 70 лет Япония отстаивала эту позицию, а сейчас, если отказаться от претензий на островов, то как же Абе будет объяснять японскому народу такую смену позиции? С другой стороны, ему для того, чтобы понять, как действовать дальше, нужно встретиться лично с Владимиром Путиным. Он сам много раз говорил о том, что ключ к решению территориального вопроса с Москвой лежит через усыновление Брусбе. Тем самым Владимиром Путиным, которого он считает добрым полицейским. И тут-то произойдет политическая харакири Синьзааба. Спасибо огромное, Сергей Мингажев, на прямой связи из Токио, из Японии. Красиво, да? В плену иллюзий. Как же так? Вроде все им популярно объяснили. Это такая японская стратегия переговорная. Ну зачем? Ну все МИД сказал, все сформулировал. Мне понять было невозможно. Ну, для Абы просто уже нет другого выхода. Он должен идти вперед, добиваться в любом случае какого-то компромисса, потому что иначе он не сможет войти в историю как лидер страны, который положил конец послевоенному периоду. Кстати, его... А в чем просто суть этого компромисса после заявления Министерства иностранных дел, в котором сказано, что Япония должна признать суверенитет Российской Федерации? Какой компромисс тогда? Они считают, что у нас позиция 4, ну ладно, давайте мы согласимся и на 2. Вот такой сих... Мы на самом деле ждем и не делаем лишних движений, понимаете? Через, может быть, еще 2 месяца они скажут, ну давайте на 1 хотя бы, да? То есть понимаете... А дальше? Ну мы же не отдадим один. А потом мы скажем, ну давайте, хорошо, вот совместное использование этих территорий, безвизовый доступ и все на этом. Ведь наша власть, в частности, Владимир Путин говорит о чем? Что в декларации 56-го года, который базовым документом является, там сказано передача, да, двух территорий, двух островов в данном случае, но там же не сказано о том, что мы передаем суверенитет. Пожалуйста, без передачи суверенитета вы можете приезжать туда, на могилы предков, вести свой бизнес, как хотите, развивать с нами отношения, строить дальнейшие отношения. Пожалуйста, на основе, пожалуйста, мы можем заключить договор о добрососедстве, не обязательно о мире заключать, потому что мирный договор, по идее, он не нужен. У нас есть мирный договор, та же самая декларация 56-го года. Поэтому здесь нам нужно просто выжидать и ждать, пока японская позиция в итоге вообще не рассыпется. Знаете, почему она посыпалась? Потому что нет аргументированной позиции, четко аргументированной позиции о том, что эти острова действительно принадлежат японцам. У японской стороны нет аргументированной позиции. Знаете, я могу сказать следующее. Карту открыли, смотрите. Да, я смотрю на карту. Вы так внимательно смотрите с заботой, как будто у вас там дальневосточный гектар бесплатный есть. Я бы, во-первых, предложил рассматривать эту историю про Курлийские острова абсолютно спокойно и не истерично. Абсолютно вот так, в прагматичном смысле. Мысль номер один. Мы спокойны, но он к нам тоже едет спокойно за двумя островами. Мысль номер один. 2 плюс альфа. Мы нервничаем. У нас в стране было вчера три митинга на тему того, что нельзя отдавать японцам Курилы. Это правильно. Почему-то я думаю, что они были в городе Москва. Верно. Верно. На Сахалине тоже были? На Сахалине тоже были? На Сахалине были. Там очень серьезно к этому вопросу относятся. Друзья мои, давайте спокойно обсудим ситуацию. Мысль номер один. Конечно же, эти острова Советский Союз честно завоевал в ходе войны с Японией. Подписался воевать в обмен на то, что ему отдадут в Ялте острова. Чистое право. Вот, да. И отдали. Пункт номер второй. Совершенно очевидно, что Российская Федерация в обозримом будущем эти острова не освоит ни разу вообще. Вы знаете, в нашей стране, увы, проблема не в том, что нам не хватает земли. У нас проблема в том, что мы не можем освоить ту чудовищную территорию. А давайте МКАДом ограничим Россию. Тогда знаете, как быстро освоим? Ваша мысль в этом заключается? Я не об этом. Есть территории, которые сильно населены, и там масса людей. Ну, слушайте, Хабаровск, Владивосток, огромные города. И Сахалин тоже там 800 тысяч, по-моему, населения, да, примерно. Это понятно. На этих островах, если мы говорим про вот эти две, гряда Хабамая и вот этот Шикатан, о котором нет речи, там просто нет ничего. Там нет ни военных баз, ни населения. Там ничего нет. Будут. Пока нет военных баз. Знаете, если за 300 лет не построили, вряд ли сейчас справимся. Пункт номер три. Посмотрите на карту. Просто опасаемся как раз американских военных баз. Борис Борисович, и американцы, и японцы не дают, и никогда не давали. Гарантии их там не размещать. Пункт номер три. У нас почему-то именно к этим двум каменным грядам, вот, вот смотрите, никто не отдает и Туруп, и Кунаши. Распокойтесь, их никто не отдает. И Хабамая, и Шикатан тоже не отдает. А у Хабамая, и Шикатан там нет ничего. Да. Дальше. Почему-то истерика вокруг этого. В то же время, за последние 10 лет Российская Федерация без лишнего шума и истерик передала многим нашим соседям довольно заметные части. Тот самый Даманский, ну, полуостров, ставший островом китайцам отдали. Отдали Азербайджану несколько населенных лесгин. В рамках демаркации, демилитации границ. Вы прекрасно об этом знаете. А вот так вот, чтобы просто кто-то кому-то территорию отдал, такого... Казахстану отдали озеро сладкое, сладкое наше... Отдали и без шумника. Понимаете, я... Отдали и отдали. Я поэтому вот что говорю. Без всякого сомнения нельзя вот так вот говорить. Японцы, забирайте с барского пещера. Нет, ребята. Это должна быть длинная история. По порядочку. Пункт номер один. Суверенитет признаете российский, да? Мы запускаем туда японцев, бизнес, там, туризм, пятое-десятое. Начинаем осваивать территорию. Потом постепенно переходим к следующему шагу и спокойно движемся. Потому что все-таки... Какой следующий шаг? Боится произнести, что надо отдать острова. Боится, Борис, Борис. Следующий шаг это передача. Во-во-во, отличная карта. Вот это голубое слева, это остров Хоккайдо японский. Вы видите хорошо, что он вполне освоен. Видите там участки и так далее. Там города, там заправки и так далее. 20 километров от него наши эти острова, это реально каменные пустыни. Вот что там, за что биться, не знаю. А японцы, для японцев, это важно. У них народу много, а земли мало. А мы здесь при чем? Это наши каменные пустыни, и мы их будем осваивать. Я вам еще одну вещь хочу сказать. Вот то, что Крым, это да, сладкий. 2,5 миллиона населения, Черное море и так далее. Это хорошо. Так вот, для того, чтобы все признали, что Крым наш, а это важно, чтобы весь мир признал, надо японцев вот этими островами и заманить. Вот что я думаю. Значит, можно я отвечу? Логика, вот это что? На самом деле, украинская логика, один украинский радикал примерно так и предложил Российской Федерации действовать. Вчера, кстати, я был на митинге, значит, там, кстати, ваши коллеги выступали и высказались против. Значит, вот эта логика, что у нас... Но вы не выступали, потому что вы понимаете, что Россия Курилы не отдает. Да. Правильно. Логика вот эта, значит, что у нас там пустыня, давайте это отдадим. Вы знаете, Дальний Восток пустой, это китайская полтора миллиарда. Ваша логика, значит, давайте это отдадим. Нет. Так вот, я теперь... Не надо врать. Китайцы ничего не просят. Хорошо, хорошо. Нет, ни шагу китайцам не пяди. А у японцев можно, да, вот логика. Так вот, царская борта, это не ты. Вот этот фильм, знаете, вот это, Иван Васильевич меняет профессию. Да, кемская волость-то, заберите. И вот что говорит уголовник, ты что, царская морда, разборазариваешь казенные земли? Не вы завоевали или вам отдавать? Там погибло 100 тысяч советских солдат, притом после окончания Второй мировой войны. То есть, в Великой Отечественной войне, когда уже было подписано пакт капитуляции, когда все думали, возвращаются домой, их бросили туда, они там погибли. И вы говорите, вот знаете, давайте вот потихонечку отдадим, никто не догадается. Так не сравнивайте вы, вот эта ситуация, ситуация с казахами, там, азербайджанами и так далее, потому что никакое отношение не имеет Великой Отечественной войне и Второй мировой войны. И это, как можно сказать, еще братские отношения были. А у нас в братских отношениях не складывается с Японией. Путин с самого начала сказал, давайте, без всяких предварительных условий подписываем договор. Вот это предложение. Пожалуйста. И вот нам все время говорят, пустыня, там нет ничего. Вот посмотрите сюда, Охотское море, да, вот оно, наше внутреннее теперь море. Собственно говоря, и будет им пока Курильские острова наши, они всегда будут нашими. Самое богатое рыбой море вообще во всей нашей огромной галактике и вселенной. Хотим, даем там, рыбальщик, хотим, не даем. Курильское гряда, вот Охотское море запирают не эти два мелких острова, посмотрите на карту, а вот эти... Все острова, всеми запрем, всеми запрем. Борис Борисович, я хочу возразить вам. Вот я, вы говорите, секунду, вы говорите, что в Москве был митинг, вот я уловил эти слова. И вы думаете, что только Москва, к примеру, против передачи Курил. Вот я с Сибири, красноярец. Я не могу за всех говорить, но с кем я общался, в том числе и я, безусловно, но это лично мое мнение, категорически против передачи Курил. Правильно Евгений сказал? Здесь и биоресурсы, и оборонная составляющая. Хочу сказать, что на сегодняшний день Курильские острова, это должны все слышать, стало символом патриотизма России. И это очевидно. Это... О, Николаевич, дорогой, на кладку. Борис Борисович, хватит территории раздавать. Давайте, Курильские острова, символ патриотизма России. Прекрасно. Прервемся, скоро про деньги поговорим. Прерываемся на рекламу. Это программа «60 минут по горячим следам». Неприятная новость сейчас, наверное, для многих станет неожиданностью. Так вот, у 26 самых богатых людей мира столько же денег, сколько у всех остальных. 3,8 тоже миллиарда людей на планете, тоже люди, но не повезло. А тех 26 не миллиардов, а просто 26. Каждые два дня в числу богатейших прибавляется очередной миллиардер. В общем, мы сейчас проклассовую ненависть, в том числе ее разжигаем. Но, тем не менее, на данный момент в мире этих миллиардеров 2208 человек. Каждый из них, наверное, нам неприятен. Шутим, естественно. Экономисты говорят, если поднять налогообложение для богатых на 0,5... Вот только если даже на 0,5% пункта, то 262 миллиона теперь уже в детях детей смогли бы окончить школу, университет, директор института УКСФАМ считает, что богачи должны внести свою лепту в восстановление финансовой справедливости. Да просто в восстановление справедливости. Люди по всему земному шару злы и расстроены. Правительства стран должны предоставить народу настоящие перемены, гарантируя то, что корпорации и богатые индивиды заплатят свою часть налогов, вкладывая эти деньги в бесплатное здравоохранение и образование, в которых нуждаются все, включая женщин и девочек, нужды которых зачастую упускаются из виду. Правительства могут построить светлое будущее для всех. Михаил Леонидович, но мало того, что это прекрасная девушка имя, прекрасная Винни, так она и дело говорит. Ну, во-первых, экономическая модель. Экономическая модель, возникшая в 1913 году с созданием ФРС, как бы распространенная на весь мир, ну, на половину мира в 1944 году, Бретт-Новутская система и, соответственно, на весь мир после 1991 года, предполагает, что богатства создаются в первую очередь за счет эмиссионного стимулирования кредита. Поэтому тот, кто кредит выдает или может его использовать, тот, соответственно, его богатства неминуемо растут быстрее. Это экономическая модель. У нас люди смотрят, Михаил Леонидович. Частично это компенсировалось налогами. Я напомню, что в начале 60-х годов при Кеннеди максимальная ставка подоходного налога в США свыше 3 миллионов долларов в год была 92%. Предыдущая ставка... То есть 100 рублей заработал, 92 отдаешь, 8 себе. Да, те, кто читал детективы про Нира Вульфа, там это говорится, что какой смысл брать новых клиентов, если я 9 из 10 долларов, которые мне заплатят, отдам. С тех пор налоги снижали, но нужно при этом понимать, что большая часть этих капиталов – это не личные деньги, они не в кармане лежат. Это капитализация активов. И если эти активы начать продавать, то цены-то начнут падать сильно вниз. Это во-первых. Во-вторых, существуют механизмы общественного контроля. На том же Западе, обращая внимание, тот же Билл Гейтс большую часть своего капитала отдал в некоторый благотворительный фонд. И контролирует этот фонд не он, а некоторые люди, которые делают правильную политику. Вот это вот барышня говорит, надо заниматься образованием женщин. А, например, главные благотворительные фонды в Соединенных Штатах Америки занимаются тем, что придумывают прививки от болезней, которые одновременно снижают женскую фертильность. Чтобы прививочку сделали девочке полтора года, а она больше родить не могла. И это абсолютно рабочая ситуация. И нужно понимать, что если вы живете в рамках некой модели, то бессмысленно предъявлять претензии по поводу того, что те правила, которые в рамках этой модели обеспечивают рост богатства очень маленькой группы. Приходит изменить эту модель. Многим покажется справедливо, что богатые должны с нами немедленно с бедными поделиться. Давайте еще дадим кому-нибудь сказать. А кто не поделится расстрелять? Есть и такая логика. Смотрите, есть два вида капитала. Это производственный или творческий капитал. Есть спекулятивный паразитарный капитал. Вот то, что говорят банкиры и так далее, это паразитарный, спекулятивный, который ничего не производит, а продает деньги, бумаги. Я тебе рубль, ты мне два. То есть у всех банкиров в одном ребенка. Однозначно. Паразитарный. Паразиты, однозначно. Как же вы без банка будете жить? Жили в советское время, и мы еще дальше могли жить. Раик, а кто будет решать, паразит или не паразит? Вот кого оставим в живых в конечном итоге? Здесь есть роль государства, который, можно сказать, создаем комитет этики. Комитет этики. Яхту нельзя. Яхту тогда будет нельзя. Дворец во Франции нельзя. Если человек... Много желающих возглавить это. Не, 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 государство сама должно это регулировать. Я могу еще предложить НКВД, но это более жесткий метод, да. Смотрите, если ты заработаешь... Сколько должно быть в кошельке, чтобы это считалось этичным? Да, вот сколько. Любая сумма, если честно, заработана. Любая сумма честно заработана. Миллиардер, честно, не может быть. У нас есть в России миллиардер. Есть судебная система. Секунду. Секунду. Есть судебная система. Почему, если кто-то, если кто-то нечестно заработал, его надо... Ну не митингуйте. Не митингуйте. Если кто-то нечестно заработал, его надо осудить. Показать. В тюрьму посадить. Зачем комитет этики? Нет. Во-первых, чтобы отобрать деньги. Вопрос не сажать. Отобрать. Конфискация имущества. Конфискация обязательно имущества. Она есть. Потому что он может это воровать, передать свои наследства, сам пошел, сел и все чистенько. Поэтому нужно отобрать деньги. Просто многим кажется справедливым конфисковать вовсе без решения суда. Просто конфисковать, потому что у него много, а у меня мало. Нет, нет, нет. И это было бы справедливо. Нет, нет, нет. Мы рождаем другой беспредель. Они у нас отобрали все беспредельно. Сказали, вы неудачники, а я вот у Кремля ближе к сижу. В 90-е отобрали, да, Борис Борисович? Да. Поэтому надо все прочестить. Я просто буквально пару слов про это. Очень коротко, да. К счастью, для нашей Родины подавляющее большинство, что самых богатых миллиардеров не у нас. И подавляющее большинство из этих миллиардов бедных, к счастью для нас, это Африка и Азия. Это тоже не мы. Мы где-то вот посерединке находимся, и слава Богу, между прочим. И пару слов защиту рыночной экономики. Да, она несправедлива, но только благодаря рыночной экономике, которая везде в мире победила плановую, слава тебе, Господи. Так это и есть плохо. Сейчас, сейчас. Победила. Голода, слава тебе, Господи, нет. А кто тебе сказал, что нету голода? Голод бывает только когда война в Африке. Там да. А вообще люди едят и пьют так, как никогда не ели. В советское время там тоже были банки и были облигации государственного займа. Так что это было. Занимали. Каких-то 80 лет назад, каких-то 80 лет назад. Вот здесь вот, в нашей стране, от голода умерло несколько миллионов людей. А в Америке не умирали от голода в 20-е годы. Нет, слушайте, зачем людям 60-70 миллиардов долларов? Пусть делятся. Конечно, пусть делятся. Я хотел бы согласиться с Борисом Борисовичем, что мне кажется, действительно, в этой студии нет ни одного человека, который бы относился ни к этим 26-ти самым богатым, ни к 3-м миллиардам самых бедных. Но проблема-то как раз для нас в том, что разрушается, что в развитых странах средний класс, что на глобальном уровне страдают страны со средними доходами. И проблема в том, что существующая система как на национальном уровне, так и на глобальном постоянно порождает это неравенство. И поэтому Оксфам и готовит для Давоса этот доклад, где на Всемирном экономическом форуме будет обсуждаться стратегия дальнейшего развития. Но я хочу сказать, что пока нет ни одной страны в мире, за исключением Китая, который бы в своей внешнеполитической стратегии поставил бы цель борьбы с глобальным неравенством. Только у Китая есть такая цель. Я хочу сказать, что мы главного забываем. Мы все начинаем говорить, что богатые это плохо. Слушайте, богатые люди создают десятки, сотни тысяч рабочих мест. Они основные плательщики 80% бюджета российского. Они больше рабов, которые работают на рабочих местах. Да подождите, без предпринимательской инициативы не будут рабочие места. Поэтому у нас в стране ставка налога на прибыль... Подождите, а справедливость, а справедливость. Кстати, у нас ставка налога на прибыль с нулевых, с 30% на прибыль снижена до 35-20%. Почему низкая безработица? Потому что есть предприниматели, которые создают рабочие места, они платят деньги в бюджет. За счет этих денег развивается армия, которой мы гордимся. Потому что, посмотрите, в 90-е годы люди не получали зарплату инослужащие. Почему? Потому что в бюджет невозможно было собрать деньги. А кто сейчас платит в основном бюджет? Богатые люди. Они оплачивают, потому что они... Мне кажется, самые большие налогоплательщики у нас это не богатые люди, это государственные корпорации. Вроде Газпрома и Роснефтина. Какой бред-то! Какой бред! Я скажу, что люди настораживают население. Думаю, мы все здесь будем в этом, как говорится, согласны. О том, что многие богатые люди, даже сказать, продавляющее большинство, покупают недвижимость за границей. Многие их дети учатся непонятно где. А они должны есть и социальная ответственность. Как раз понятно, где они учатся. Понятно, да. И тогда будет нормально. Все. За социальную ответственность и справедливость. Учиться, жить и покупать все. Учиться, учиться, еще раз учиться, как я завещал Ленин. Тогда бести смотрите.